Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия. Страна возможностей» в Ульяновской области реализуется уже второй год. Конкурс проводится по федеральному проекту «Социальные лифты для каждого» национального проекта образования. Это первая флагманская школа, которую мы проводим в текущем году. Именно Ульяновская область была инициатором этой школы. И главная тема – это вовлечение студентов в педагогические специальности, в педагогические профессии. Над созданием инструментов привлечения молодых специалистов в педагогику работают более двух сотен человек. Это управленческие команды школ, организации дополнительного и дошкольного образования детей, учреждений профессиональной подготовки. Результатом проекта должна стать система новых решений текущих проблем образовательной сферы. Но чтобы этот продукт получился, необходимо было провести небольшое социологическое исследование, выявить те проблемы, с которыми сталкивается система образования региональная. И такой проблемой была выявлена, и этой проблемой стало привлечение молодых специалистов, привлечение и удержание молодых специалистов в систему образования. Для решения этой задачи мы сформировали 15 команд. Принимают участие в проекте представители областного института развития образования и корпоративного университета. Также они координируют проект. Три дня участники этой программы совместно с экспертами из Министерства просвещения Российской Федерации, из проекта флагмана образования президентской платформы «Россия и страна возможности» будут работать по формированию дорожной карты по привлечению молодых специалистов в педагогические профессии. Делятся опытом и победители прошлых лет, которые успешно реализуют свои идеи. Например, в прошлом году директор Собакаевской средней школы Меликевского района представила на конкурсе флагмана образования проект по созданию образовательных центров на базе флагманских школ. Такое объединение нескольких сельских школ на базе одной такой ключевой школы в рамках сетевого взаимодействия, в рамках педагогического взаимодействия, в рамках доп. образования. То есть, когда ребята получат дополнительные ресурсы для того, чтобы развивать свои компетенции, участвовать в конкурсах, мероприятиях различного уровня. Знают в Собакаевской школе и что предложить молодым учителям. Несмотря на удаленность от областного центра, в учебном году там начали работу сразу два молодых специалиста. А в сентябре педагогический состав снова ждет новичка. Своими идеями руководитель готова поделиться с коллегами.